всем привет сегодня будем восстанавливать вот из этой баночки растворять потом будем восстанавливать поэтому сначала завершаем сейчас посмотрим сколько у нас здесь по весу еще так весы у нас да видно хорошо цифра тару завешиваем сколько у нас здесь теперь получилось 450 грамм это уже подготовленная что это без мусора чистенько первое что мы будем снять первым мы будем сейчас избавляться от лишнего железо меди и в чем травить будет травить будем мы электролит и плюс азотная кислота примерно один пяти к шести дальнейшем покажем вот когда получается сейчас мы разделили на две части чтобы уменьшить немножко объем за два раза будем делать вот в кастрюльку вымалированную чтобы не было нигде осколов налили электролит 1 42 вот такой вот примерно может быть пол литра поменьше пол литра делаем чтобы она не выкипела здесь примерно грамм скажем 200 220 половина поставим это ну можно сначала ставить на плитку это у нас азотка это азот да но тут сколько ну грамм миллилитров пусть не знаю что мы все равно все сейчас не выльем вместо селитры мы используем ее немножко выливаем потому что будет очень бурная реакция все без всякой пока плитки же начинается просто мы вам хотели объяснить что без всяких фильтров мы делаем без всякого долго фильтрования все как это у нас получится маленечко мы вам продолжим и покажем сейчас пусть травится вот вы видите пошла реакция если реакция сильно бурная можно немножко отлить баночку вы избежали на сбежание чтобы у вас ничего не убежало на концовке когда фенус бить даже даже стоит не на клитке видите что без подогрева хорошая реакция все мы делаем на открытом воздухе это вот та жидкость которая слишком через которую пошла видите ее надо обязательно переливать назад чтобы через верх ничего не вылилось и вы ничего не потеряли что мы поливаем водой тут это ничего страшного как видите азотка что у нас оставалась она так вот еще и на счет даже не всего да но это сейчас пройдет реакция мы ее дольем обратно сюда и еще столько же примерно подольем сейчас мы избавляемся просто от железа железо медь не нужны на металл хорошая штука помогает основная реакция прошла немножечко еще бурление происходит такой реакции нет ну сейчас я покажу вам как мы делаем все это без бумаги если мы подливали еще конечно азотки да немножечко по чуть-чуть сейчас для вам эта вода простая вода с крана я лью вот я налил вот столько сейчас вся моя вот это вот так вот жаркость что вот так я сбрызнул чтобы все осело видите плавает только лак сверху мути нету никакой потому что это да это плавает сверху лак если здесь даже есть вот одна он мельчайшая плавает сейчас покажу как мы выловим выливаем мы это отдельно ведро ведерочка у нас получится два ведерочка я делаю вот так раз видите капелька плавает ложечка у нас не серебряная мельхиоровая вот эту капельку я ловлю вот она у нас осталось все остальное мы здесь визуально видеть лак никаких мельчайших этих нет еще на раз переливаемся даже что-то где-то и было а наша второй раз останется внизу внизу только лак опять сливаем сюда видите здесь опять кастрюльки всплывают таким способом сделайте она утонет наш кусочек лежит вот он сейчас эту водичку мы вылим в канализацию вот водичку вылили рядом с канализацией у меня лежит фанера обычная или двп как называют которая тонкая я выливаю на нее она под углом маленько стоит стекает канализацию и все что остается такое желтенькой лак он остается от фанели потом я еще просматриваю и забираю вот видите сверху еще один плавает пусть плывет выливаем опять сюда ведь какой раствор представляете сколько на бумаге надо фильтровать грязи да то есть мы делаем чтобы нам не фильтровать если всего до спала берете ложечку и начинаете смотреть видно вот так вот кусочек вам показываю что потерь не было два кусочка потихонечку вот так вот так вот так вот это оказался лак здесь почему мы их отдельно ложим здесь хорошо лак не такой когда мы будем растворять из них ложки и микросхемы на керамике все увидите что там лак сверху плавает такой что он как бы толстая пластина но это мы вам покажем опять же мы не фильтруем тот тоже у нас вся фильтрация прошла только можно себе упростить лак пусть это будет немножко дольше видите остался лак и эти деталь вот эту мы сейчас опять же выливаем на эту фанеру жидкость снова удаляем все что у нас растворилась она села на дне в воде это не всплывает поэтому тоже раньше фильтровали это очень долго вот вылили два ведерочка маленький и всего лишь там одна маленькая крупинка на фонарке лежит но это мы потом заберем когда она подсохнет первый раз может селиться или не боятся что упадет второй раз да соответственно все посмотри тут одна упала визуально я и выливаю всю теперь берем в эту же кастрюльку наливаем опять воды больше не надо это там говорит что вода это какой-то там хлор выделяется вот здесь и что у вас не выделится я не знаю может конечно кто использует мячую селитру может выделяется но все эту воду мы опять сливаем в эту же кастрюльку так сейчас ухо да и так мы это опять же сливаем и смотрим хорошенько тут ничего не упало вот она видите где все осталось маленько солью водичкой вот раз и сюда же все глад тут был тоже упал туда все здесь ничего нету на фонаре там если что-то остается да теперь это еще не все теперь на второй раз так же можно поставить на плитку да может сейчас тепло поставить опять же снова наливаем электролит вторая реакция будет уже намного меньше потому что самое основное железо и мусор растворите здесь осталось сейчас я маленечко включу плитку доливаю опять же примерно миллилитров там 50 для начала азотки но здесь была водичка грязная вот сейчас в дальнейшем второе когда будет последнее цежение мы не будем показывать процесс как это все будет происходить вы сами все поймете но когда будем цедить мы вам опять покажем потому что она будет тогда еще намного легче чаще присутствует часть металла все и сейчас азотки еще подливаем и ставим навеску процесс у нас прошло приблизительно минут 40 первое кипячение закончился второй процесс последний реакции уже почти нет так все открываем опять воду наливаем обычную воду с крана никакой дистиллированной воды вот так видите корт образовалась так мы еще самое главное у нас получилось мы разделили две партии по 200 с копейками грамм первую партию мы тоже делали два раза как говорится кипятили и второй раз тоже два раза кипятили это конечный результат второй партии теперь смотрите что мы делаем видите сверху плавает с таким как бы плотно это вот с первых разов то получилось мы ее собираем вот так ложкой видите не сбрызгиваем водой г на все про все у нас ушло ну скажем полторашка электролита и где-то грубо скажем грамм 400 азотки потом как прекратится у вас съесть весь металл вы потом сами поймете почему делаем их два раза в парке одни 200 грамм кипятили два раза с добавлением азотки постепенно и так же второй раз чтобы как можно лучше избавиться от грязи вот эти лохмоти остались мы их вливаем в ведерко вместе с ними все сейчас скажут ой столько много у вас у него смотрите такой фокус процесс не столь тяжелый чем следить через бумагу лак попадет соответственно ничего страшного это вот лак но поймал с кусочком и мы еще говорим что у нас когда мы выливаем вот эту водичку если даже что-то где-то осталось какая-то крупинка у нас там фанера когда подсыхает потом все это собирается потерь в принципе нету даже если будет какая-то одна-две крупинки потерь то в принципе это здесь вот эти мелкие плавают это от тех лампочек светодиодов они почему-то наверное как бы пустотелы поэтому так и плавают это все остальное у нас она не плавает так вот они ее хорошо видно что мы как бы из этих получилась многие люди могут спросить ого была лететь по одну но чем двое суток так берем вторую баночку берем ложечку и начинаем намного проще чем действительно процеживать через фильтра вот эти вот помучились не один раз и бросили это дело да придумали мы это сами видите сейчас сливаем я вижу край почему одна прозрачная бутылка это плывет сейчас не по золотам вот это дуна подплывает мы ее вот так вот поймали на краешек даже можно сдвинуть и все это лак сюда ее сдвиньте в принципе получилось что мы как-то очень интересно и быстро от целого ведерочка избавились а если сейчас это фильтровать через бумагу вставлять сколько будет грязи и это будет очень-очень долго все это мы уносим на нашу фангерокулу канализацию сейчас сцени то что то что на фанели там она перевернута как бы так сказать шершавой стороной сейчас два маленьких кусочка они прилипли тот же самый процесс вот так слили видели сколько упало туда ее сейчас мы вот так все сожжем вот это выкидаете в готовый продукт вот это выкидаете в готовый продукт ну это еще не готовый там видите у нас там мельчайшая керамика но остальное все видите там даже если что-то вдруг не нет ну так действительно такой меньше чем через фильтра блин ну пробовали всяко такой оптимальный для себя способ которым получается и быстро и не хлопотно кастрюлька чистая кастрюлька вот эта используется только для кипячения электролита с азоткой под соскотку она не пойдет быстро разъедает керамику это у нас уже тоже проверено вот так же берете вот эта ведерочка ловите вот эту вот позолотку сюда вот еще одна плывет сюда на мелкое вот видите это лак сверху вот он это лак не страшно вы поймете кто вот они мельчайшие есть мы их не ловим их очень-очень мало но они останутся у нас на месте никого не делятся мы их потом с фанерки соберем их там будет даже честно сказать очень смешно сколько это лак опять оказывается я тянем туда лак там тоже не помешает видите я сливаю но нет в принципе ничего если упала здесь крупины даже 0-0-0 какие-то не будет видите это вот 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 потом поймете там нет что старая пища с ведерком она так здесь сейчас я пойду вот она блестит я начинаю переливать еще раз блестящим это лак лак мелких уже нету золотинок они у нас усталися почему так я не знаю когда несколько раз переливаешь они почему-то всегда осаживаются вниз осаждаются вниз да теперь все чистенько сейчас я это опять же вылью тогда чтобы нам не мешалось под руками так вот теперь смотрите наш процесс фильтрования если мы сказали что мы не будем цедить то маленечко мы не так видите вот здесь чуть берете ватный диск делите его пополам чтобы он был тоненький они делятся легко берете гладкой стороной вверх вот лейка вот так ставите берете это может хоть ручка вот так сделали опустим баночку это все произойдет за долю каких-то даже наверное минуту смотрите избавляемся от лишней водички водички все уже промыто в принципе просто нам нужно слить сейчас воду вот представьте ни одна крупинка у нас не пропадет даром ну пусть пока это сливается я вам покажу здесь наверное видно да ну что он такой цвет мы наверное все поняли что это она окислилась это не страшно приблизительно здесь ее будет да если ровно посмотреть ну ты под камеру убираешь ну если ну путь будет 200 грамм да ой 200 это 250 миллилитров вот смотрите мы в него наливаем простой воды из-под крана мы еще льем мы еще льем уровень стал 200 мы еще льем вот примерно 250 налили простой воды из-под крана здесь уже пока мы ее лили разговаривали уже вот так сделали вы знаете да ничто у нас никуда не пропало вот она переворачиваем ее сюда вместе там сладко кидаем видите видите ну грубо говоря где-то грамм миллилитров 250 воды получилось теперь смотрите это мы убираем что нам ничего не мешало здесь простая вода там нам гарантирую что там ничего нету нас интересующего ну там ну соответственно ее оставим теперь мы берем чистенькую посуду вот она это вот вот мы ее все делим вот штучка 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 смотрите у нас как уйдет пар это соляная кислота вот здесь у нас было 250 миллилитров смотрите мы льем ее сюда и вот примерно где-то 100 грамм в два раза получилось примерно 500 миллилитров было 250 стало 500 берем стеклянную трубочку все это размешиваем видели все соответственно вот эту баночку мы ополаскиваем все делается на свежем воздухе поэтому мы и делаем на свежем воздухе теперь смотрите здесь ровно 500 вот это азотка мы ее льем вообще смешно приблизительно всего лишь 50 миллиграмм все это осталось лишнее сейчас мы выльем даже чуть-чуть меньше 50 мы налили ну пусть налили 25 миллиграмм помешали отверстие пойдет реакция сама собой мы ничего не греем смотрите все идет реакция но для того чтобы она шла умеренно мы ее сейчас накроем отставляем отставляем вот эту половинку ватного диска вот на это отверстие и вот так накрываем все мы скажем по времени через сколько она примерно растворится запомните азотки мы налили вообще как растворяется идет процесс идет процесс откажи я пока еще самое главное все наверное скажут да как вы можете без перчаток работаете видите вот кислота попала на пальцы самый первый это очень интересный способ нам сказал знакомый берете хозяйственное мыло перед тем как работать с кислотами мылите руки обильно мылите высох и даете высох и у вас руки получается как бы в перчатках но это грязь само собой потом нужно будет помыть руки и все где-то минут сорок мы немножко его подогрели чуть-чуть подогрели теперь берем вот такую опять же стеклянную колбочку берем лейку сюда колбочку опять берем такой же тампон первый раз мы делим пополам так же первый раз сейчас вам сразу объясню еще как второй раз чтобы вам не показывают лишний раз два этих фильтрования они пройдут очень быстро вот видите получилось опять же берем тонкий фильтр тонкой стороной ставим сейчас туда чтобы профильтровать грубо там ватка плавает и вот этот лак что остался лак соответственно мы не выкидываем ложи все сюда в баночку собираем потом когда она будет чуть пополнее мы тоже покажем что будет с этого не знаем что с этого будет когда первый раз с одним тампоном все это пройдет затем мы возьмем второй раз обратно вот в эту же посуде но она уже будет чистенькая весь раствор будет на первый раз фильтрован здесь но он еще будет грязный опять берем тампон разрываем на две части берем вот такую бумагу специальную фильтровальную пачку купили уже долго пользуемся ей смотрите вот там ватный диск вот так ложим грубо обрываем по нему вот так вот это мы так делаем вот видите берем второй ложим снизу берем это уже второй раз когда будем сфильтровать ложим сюда видите и потихонечку чтобы не порвалась бумага пропихиваем потихоньку если бумага вдруг порвется значит заново сделаете вот что получилось здесь это уже вы будете фильтровать без чтобы не было мельчайших даже частиц сейчас соответственно мы его вытащим это будет у нас потом на второй раз сейчас мы сделаем для грубого все когда потом это все отфильтруется на первый раз грубое на второй раз все ватки кидаем в посудину в отдельную вот сюда потом мы этот раствор чистенький вот в этой колбе соответственно водой спрыскиваем чтобы сбежало все показывает да ну сейчас сегодня уже мы можем не успеть эту весь раствор мы оставляем на нач до примерно часов ну на 12-14 часов ночь мы так делаем всегда заднем мы делаем одно потом делаем второе располовинили диск ставим сюда делаем вот так слегка и начинаем потихонечку лить она сейчас еще у нас горячая чтобы не лопнула колбочка я думаю что вам обязательно видите как быстро все ценится этот процесс происходит быстро в принципе это наша ватка колба соответственно лопну не должна потому что она у нас специальная термостойкая у нас даже было такое что у нас как-то один раз обманули и у нас она лопнула видите что там есть грязь пыль и некоторые транзисторы которые не растворились соответственно сейчас мы промываем его транзистор вам покажем это мы выливаем сюда даже поэтому важен процесс очищения потому что пусора очень много когда потом начинаете восстанавливать да транзистор он просто так и остался а ну в принципе да он растворился вот это все что плавает сверху это лак но на всякий случай мы это ничего не выкидывали даже этот весь лак мы потом собираем в отдельные баночки потом уберется количество и тоже нужно будет просто растворить сейчас мы ждем это все цедится она уходит очень быстро видите сами процедится буквально минут за 15 15 минут пока не будем потом мы ее на второй раз как я вам показывал с этими ватными дисками и плюс тоже название вот это но мы используем такую фильтр обессоленную и сюда видели сами царская водка у нас не такая как у всех скажем 250 миллилитров здесь был на 450 деталей было весом мы вам показывали все это растворили металл получилось там примерно грамм 200-250 этого материала долили воды 250 миллиграмм долили соляной кислоты 250 получилось 500 и всего лишь долили 25 миллиграмм может даже было поменьше азотки хотя все говорят нужно делать один к трем не верьте но это еще процесс будет не весь может быть это немного дольше чем показывают там никогда не спешите потому что на это уходит ни день ни два раствор процедился у нас получилось чуть-чуть больше 600 миллилитров ну в принципе это хорошо он такой тяжеленький получается ушло у нас на это 450 грамм вы все видели материала приблизительно полтора литра электролита 142 грамм на сантиметр кубический где-то грамм 400 азотки но и солянки азотки когда растворяли с электролитом ну царя мы добавили да еще 25 грамм там миллиграмм солян азотки и приблизительно где-то 250 всего лишь миллиграмм соляной кислоты вот что у нас осталось теперь мы вот этот свой раствор не закрываем крышкой ничего ставим в этой вот у нас как здесь какая-то кладовка забегаловка скажем так мы ее там ставим и она у нас стоит до утра в дальнейшем мы соответственно вам покажем что мы будем с ней делать все вот у нас идет процесс выпаривания было у нас в этой баночке около 600 миллилитров мы ее догоняем до 200-250 потом берем кипяченую воду не выключая сюда прям кипяченую горячую льем опять до 600 сейчас у нас идет второе упаривание сразу же налили горячей кипяченой воды в это ведерко чистое и поставили ее в тенек чтобы она остыла вот у нас сейчас идет второе упаривание сейчас дойдет примерно до 200-250 мы дольем холодной воды и в дальнейшем покажем процесс как видите упарилась второй раз с кипяченой водой ну часа полтора прошло она у нас не кипит но это ставим вот так сюда клубку само собой выключаем вот примерно вот так постоит она минутки две три чтоб маленечко ставить обязательно на тряпку на сухую чтобы не лопнуло пока она постоит мы вам покажем вот это видите но здесь но мало осталось он разведенный один к двум одна часть гидрозина две части воды опять же воду мы разводим из-под крана сейчас уже будет процесс восстановления вот вода здесь холодная та что была кипяченая но стояла в тюрьме мы льем потихоньку чтобы не попадала на стенки стаканечка желательно посудина сами понимаете хоть и температурная но может и не выдержать не близко снимаешь видите все могут подумать о муть да то все там образовалась не волнуйтесь все тут в порядке вот я точно так же опять наливаю 600 тут осталось чуть вылили видите какая стала как бы мутная как будто бы теперь плитка у нас маленько успокоилась теперь вот этот весь процесс сейчас мы показываем ставим сейчас попозже поставим достаем часы наши вот это часы вот ставим стрелку ровно скажем да 5 скажем ровно 30 минут вот я включаю их время пошло видите через каждые 4 минутки надо и вот смотрите там льют люди прямо чуть ли не баночками чисто неразведенной мы льем по капелькам и размешиваем видите сверху уже образовалась пленка подождем маленечко я налил чуть-чуть вот это коричневый на палочке это уже то что нам надо заметьте мы нигде не фильтровали через бумагу как многие люди в дальнейшем мы вам сейчас еще покажем вот сейчас процесс я лью его по чуть-чуть мы льем по чуть-чуть и до тех пор пока сверху из нее не будет появляться коричневый а будет появляться скажем беленький или синенький ну другим цветом налет пока в общем реакция не перестанет нет реакция не перестанет вот я еще плеснул еще мешаю мешаю пока еще выпадает как здесь здесь весь объем который был 450 грамм по весу позолоченной детали было 450 грамм успокоился еще прескарим чуть-чуть пока там не паяться капельки не будут другим цветом сбиваться льем по чуть-чуть все сверху появляется какие вот покажи сверху видно как белые такие были ашметка она растворится больше значит его не надо закрываем белая пена значит уже достаточно либо белая либо там зависит с кокосом и там теперь что мы делаем мы вот эти края взбиваем чистой водой куда что вот это все ушло вот размешали в трубочке тоже слили туда теперь мы ставим это все на плитку включаем ее на медленный не сильно большой огонь вложим трубочку сверху засекли время через каждые скажем грубо 4-5 минут мы будем ее помешивать вот таким способом видите там даже бурлит что-то вот так помешали просто покрутили палочку и опять ее поставили все через 4 минуты мы будем так постоянно делать пока не пойдет 30 минут все сейчас пошел процесс восстановления через 30 минут мы вам покажем дальше вот видите прошло полчаса каждые 4-5 минут я помешивал вот так до конца не опускаем палочку и вот такие движения крутим покрутили вот так все я ее ложу и соответственно ухожу сильно надень торчу все выключаем плитку ставим сюда соответственно тряпочку видите сверху плавает все скажут ну все у вас огромные потери ну вот так вот все что это шипит это все верно смотрите теперь мы смело без всякого бумаги фильтра выливаем ее смело видите вот она наша дисперсионная сейчас она маленечко остынет стаканчик вот мы поставили вот эту жидкость можете смело выливать мы ее ставили на сутки на двое на трое здесь ничего нет даже сюда как-то одно время я думал а вдруг засыпали железного купороса покупали разводили засыпали сюда еще сутки ставили выливали никакого осадка все берем вот это вот у нас посуда специальный ковшик специально под это у нас каждая посуда получается под отдельно стакан еще горячий но так аккуратненько сбрызните сбрызнили теперь вот это всю красоту высыпаем сюда как пластилина как пластилиновая кашка сейчас я полослю все стакане стакан убираем все вот эту помочь промываем мы примерно на раза два так смотрите никакой фильтрации грубой вот раз остается но тяжеленько выливаем еще водички все теперь вот это вот это мы делаем вот так берем как всегда нашу ложечку вот эта ложечка вот этот используем тампончик блин сейчас найду вот он ладно тампончик теперь вот это как близко показываешь теперь я делаю вот так ложкой как бы гуртуем пучку так со всех сторон видите вода вот так я потихонечку наклоняю сюда воду диском ватном удаляем еще опять так же я все это портую но у кого терпения конечно нету мы не знаем сколько здесь грамм но примерно мы вам все это конечно покажем покажем видите что опять водичка сверху я вот так и маленечко прижимаю чтобы потом вы увидите когда будем плавить слегка прижимаете не усилий вот можете конечно ставить на плитку но мы так не делаем мы никогда не торопимся потому что у нас когда это все делается мы занимаемся своими делами сегодня уже это баночка третий день второй день второй день мы свето делаем не спеша потихоньку она у нас даже выпаривается если куда-то мы поездили занимаемся своими делами если куда-то мы уезжаем мы выключаем плитку приезжаем включаем опять дополнительно и она у нас само собой вот так происходит все вот видите воду я сколько можно как можно больше убрал сейчас вы можете поставить на плитку само собой высушить но мы так не делаем мы просто ставим примерно до завтрашнего дня она у нас будет стоять потихонечку своими как говорится этими вода чтобы испарилась и примерно часа через полтора-два я пройдусь еще и так собью в кочку она будет подсыхать она будет потом лопаться и увидите когда она высохнет мы вам покажем приблизительно я скажу что в этой кочке больше десяти грамм наверное будет плюс-минус да а там посмотрим потому что в таком виде я не знаю как многие говорят вот она водичка видите вышла я на у меня как бы таким я не воду выжимаю я делаю чтобы она была малинчика поплотнее будет просто легче плавить потом опять же никакой бумаги никакой эту бумагу не надо она у нас не разлетается горелка горелка у нас вы наверно видели какая-то будешь плавить по кожи горелку нас покажи вот такая простая очень хорошо плавит да а у нее цена там рублей 350 по-моему но мне на больше нам она больше понравилась чем так который показывает обычно все плавит все видите что получилось в этом ковшике только этого свой да теперь ставим ее на сохнет может было подогреть и мы не будем наш порошок высох уменьшился в объеме сухом у нас на солнышке если терпения нет можете на плитке подсушить сейчас подготовим будем плавить поливаем водички что потом было куда нам доставая нашу горелку плавим обычной горелочкой кирпичики кирпичики это потом добавлю что нет три комочек придется делать плавить самое интересное сколько получится с ваших деталей 450 грамм было вам порошок такой тяжеленький не разлетается гриво им так это Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok